17 июня 2004 года. Константин Крылов. На своем дерьмице. Молодая крапивка самая злая. Ее нужно дергать под корешок, запуская пальчики поглубже в землю. В земле тоже много опасного. Какие-то колючие веточки. Непонятные кусачьи существа. Их бояться не надо, но подумаешь, укусит. Острые осколки стекла в радужной пленке от огня. А вот это хуже. Если порезаться, будет заражение крови. Гвозди. Иногда попадаются старинные, кованые, четырехгранные. Такие нужно относить деду. Он их выпрямит на рельсе и приспособит к делу. Снарядные осколки нужно выбрасывать. Иногда можно выкопать синий обломок из ростца или блестящий обливной кирпич. Им лицевали печи. Попадаются монеты. Чаще медь, иногда серебро. Золото редко. Эта земля набита кусочками прежней жизни, неупокоенным хламом. На ней веками жили люди, и веками этим людям не давали жить. Кто-то жег дома, ломал печи из обливного кирпича, а смирный подмосковный народец шел в расход. Но люди потом как-то собирались и прогоняли тех, кто это делал. По одному такому случаю, за мостом, на том краю села, куда по субботам приезжает автобус с мамой, стоит черная колонна с орлом на верхушке. Это в память сражения с Буанапарте, в которой фельдмаршал Кутузов одержал Викторию. Говорят, колонна была воздвигнута на средства местных крестьян. За это они получили вольную. Раньше, правда, орел был золоченый, да золотишко с него содрали большевики. Ну, хорошо, хоть не поломали совсем. Рядом, по другому случаю, еще памятник, попроще. Зеленый танк на бетонном постаменте. Гордые птиц и транспортные средства для прогулок по Европе развернуты в одну сторону, на закат, где поля и дальше лес. В противоположной стороне село Тарутино Калужской области Жуковского района. В селе у нас дача, точнее, летний дом. Меня туда привозят, чтобы я дергал из земли молодую крапивку, косил маленькой косой бурьяны на задах, складывал в пленицу дрова, etc. Зато мы ходим купаться на речку, когда не холодно. А в субботу вечером приезжает автобус, а в автобусе мама с рюкзаком и сумками, а в сумках вкусная еда и газета-литературка, которую можно читать потом в маленькой комнате и воображать, что ты в Москве. Дачу я ненавидел, черной внутренной ненавистью несправедливо обиженного ребенка. Я не мог понять, за что, за какие пререшения меня туда отправляют каждое лето. Бабушкины лепеты, ну нельзя же летом в городе тут пыльно-жарко задохнуться можно на даче воздух, вызывали у меня горловой спазм. Я ненавидел этот поклятый воздух, по которому так тосковали взрослые. О воздух! Этот воздух благоухал то дальние свинофермой, то гарью с машинно-тракторной станции, то настоявшимся человеческим калом, который соседи размешивали в чане для обычной огородной надобности. Но даже когда этот воздух честно полнился ароматами золотого полдня, я его все равно ненавидел, потому что мне было трудно им дышать. Согнувшись с буковкой ЗЮ и задрав к равнодушным небесам облепленную выгоревшими шортиками попу, я дергал крапивку. Мой дед, возившийся рядом на соседней грядке, подбадривал меня так «Любишь клубничку домашнюю? Вот тогда поли, а то не вырастет». Я, может, и любил клубничку, но я честно был готов отказаться от нее на всю жизнь, чтобы мне только дали сидеть на диване и читать книжки. Ну еще иногда бегать на речку, и то мог бы спокойно обойтись. Лишь бы не видеть грядку. При этом я не могу сказать, что я рос изнеженным баричем, растением-мимозой в ботаническом саду и боялся замарать белые рученьки черной работенкой. Да нет, отчего же. Я неплохо управлялся соловом и припоем, дед научил, с удовольствием вырезал по дереву и вообще любил всякое рукомесло. Более того, в ту пору прекрасно я собирался пойти по стопам родителей, то есть податься по машинной части, потому что уже тогда твердо знал, что существует два правильных русских занятия – строить машины и писать книги, а всем остальным следует заниматься постольку-поскольку. И уж точно не нужно заниматься злопотнёй, специально придуманной для кражи силы времени у народа. Ибо шесть соток – это именно оно самое и есть. Существует такая теория, что Россия – идея крестьянская страна и населена она природными пейзанами, только и мечтающими о виллах, соломе и навозе. Ага-ага. Человек не может любить то, что у него не получается делать хорошо, потому что не может получиться в принципе. Природные пейзани водятся в других краях, за линией изотерма января. Там, где зимой тепло, а летом не слишком жарко, влажность умеренная, а климат предсказуемый. В России успешно крестьянствовать невозможно в принципе. Скудные земли давали в лучшем случае сам три, а погода всегда плохая и всегда по-разному плохая. Зависит только от божьей воли до чёртовой потачки. Я хорошо помню, как однажды по весне не пропололи огуречные гряды. Так уж вышло. Дед прихворнул, мама приболела. Я по такому случаю от поездки отмотался. В общем, ездить на весенние работы было некому. Грядки заросли пышными сорняками, на которые мы махнули рукой. Боженька, однако, летом включил солнышко на полную, так что все зеленя погорели, кроме тех огурчиков, которые проросли под сорными травами. Вышла насмешка над трудолюбивыми соседями, которые эпилировали свои грядочки денно и ночно и получили шиш. Да какое уж тут пейзанство после эдакого афронта. А ведь это обычная ситуация. Уж не говорю о кошмарном трудовом ритме, о летней страде, когда день-год кормят. А наломавшийся человек едва жив от непосильной, страшной работы, которую счастливые европейцы даже и вообразить себе не могут. Сельский труд на Руси всегда был делом тягостным и инавистным, и занимались им только от того, что надо же было что-то есть, то есть под занесенным кулаком царя голода, и при первой же возможности сваливали на промыслы. Да в том же Тарутино, до семнадцатого была золотобитня, серебряное дело, завели и стекольный завод. Начальству все время приходилось что-то измышлять, чтобы удержать народишко на земле. То крепостное право, то колхозы, то партерную экономику, то еще что-нибудь. Тут, кстати, стоит отдать должное безвестным изобретателям шести соток. Они изобрели совершенно гениальную социальную технологию, которая сумела таки обратить нормальный русский инстинкт, при первом же удобном случае сбежать в город и заниматься настоящими делами. Вспять. Надо сказать, что советская власть в ту пору была мудра и ничего не делала за просто так. В данном случае речь шла о крайне важной для нее заботе. Состарилось первое поколение советских людей, не выбитое напрочь войной и бескормицей. Хрущев, давший старикам пенсии, тем самым дал этому социальному слою возможность получать какие-то деньги и ничего при этом не делать. Кроме того, пятидневная рабочая неделя позволила несколько разогнуться и трудящимся. У людей появилось свободное время. При полном и декларативном отсутствии в Советском Союзе буквально всех традиционных способов его заполнения, начиная от политики и кончая мыльными операми, это было серьезной проблемой. Непрекаянные люди, не знающие, куда себя деть, могли додуматься и договориться до нехорошего. Массу народа надо было как-то занять. Лучше всего какой-нибудь работенкой. Желательно, чтобы она и работенка не приносила людям ни пользы, ни вреда. Полезный труд приводит к улучшению благосостояния русских людей и к росту гордыни. Ну а вредным никто заниматься не будет. Идеально, если бы все крутили какое-нибудь колесо, ни к чему не приделанное, работали бы в холостую, думая при этом, что намалывают себе мучицу, дурачки. Вот затем-то и были затеяны садово-огородные товарищества и шесть соток. В принципе, первичный ажиотаж вокруг соток понятен. После долгого битья по рукам, власти вдруг разрешили русским людям что-то делать для себя. Построить дом в сельской местности, например. Учитывая чудовищно острый квартирный вопрос, можно сказать с уверенностью, первое, что привлекло адептов к шести соткам, так это видение своего дома. Как показала практика, обманчивая. Потому что давали эти шесть соток не просто так, а с выдумкой. Во-первых, их выделяли на самых неудобных землях, подальше от городов, на неудобьях. Первые дачные поселки росли на каких-нибудь старых отвалах бывших карьеров. Расчет был, чтобы никто не обзавелся удобным жилищем невдалеке от городской черты. О нет! Все дачные поселки располагались так, чтобы добираться до них можно было только на трех электричках, двух автобусах и потом час ходьбы по буеракам. Какой уж тут свой дом. Во-вторых, в уставе товариществ было записано, что владелец соток обязан их обрабатывать, что товарищество и контролировало. И только за эту самую обработку он получал право обзавестись домиком, сильно напоминающим домик тыквы из сказки про Чаполина, поскольку все те же законы запрещали делать его сколько-нибудь похожим на настоящий дом. Размеры конуры были регламентированы, печку нельзя и так далее по всем кочкам. Для именования этого курьезного строения вскоре проклюнулось и словцо – фазенда. Насколько мне известно, это единственное в русском языке заимствование из португальского. Впрочем, в Бразилии, где много диких обезьян, фазендой называлось нечто иное. Укрепленная усадьба, включающая в себя, если верить большой советской энциклопедии, помещичий дом на высоком цоколе, с колоннадами и лестницами, церковь и сарай для рабов. Из всего перечисленного великолепия на советских фазендах имели место только строения, упомянутые в конце списка. Все это издевательство питалось одной эмоцией. Людям как бы дали немножко поработать на себя. Да, ковыряясь в мокрой земле. Да, в уродской халупе. Да, с гигантскими потерями сил и времени. Но на себя. На себя. Самому вырастить себе помидорчики. На своем дерьмеце. Конечно, это самое на себя кляйне Абермайне, то есть, попросту говоря, сублимация собственнического инстинкта, было полной лажей и обманом трудящихся. Даже в плане чисто материальном. С самого начала труд на фазентах был крайне непроизводителен. Достаточно было взять счеты и посчитать, сколько стоил весь этот каторжный труд на мокрых грядках, даже в ценах колхозного рынка. Дачная Маталова, именно что холостое, чудовищно непроизводительное, оказывалась копеечным по цене. Не говоря уже о потерянном времени и здоровье. Немало стариков сложило голову на поганых грядках. А ведь многие грезили здоровьечком, чистым сельским воздухом, чтобы ему пусто было. И за одну тень чувства собственности, мое, сам растил, люди готовы были платить временем, здоровьем, жизнью. Своей, а также и своих детей и внуков. Заметим, что в Советском Союзе существовали вполне себе выгодные частные сельскохозяйственные производства. Под небом Кавказа зрели мандарины, отправляемые самолетами на дальние севера. На латышских хуторах хрюкали свинки, чье парное мясцо поступало на колхозные рынки. Даже некоторые жители не черноземья умудрялись как-то выходить в прибыль, правда, не без нецелевого использования колхозных фондов. Но шесть соток всегда оставались за гранью рентабельности и здравого смысла. У народа заняли свободное время, подсунув ему подходящее ему занятие. Отдельно надо бы про то, как в дальнейшем строгая идея садово-огородного товарищества на чертовом болоте стала потихоньку размываться. В частности, пошел процесс вторичного освоения дачниками деревни. К тому моменту вышли всякие послабления. И городские, не все, некоторые, разными путями получили возможность устраивать в деревнях летние дома, очень похожие на настоящие. Деревенские, городских, понятное дело, не любили и всячески им пакостили. Особенно процело мелкое воровство. Похоже, именно на этом-то город окончательно разошелся с деревней. Власть поглядывала на то ревнивым оком, время от времени подбрасывая полежки в костер. Например, в один непрекрасный год вдруг вышло постановление, что дачники, городские, не имеют права огораживаться заборами. К нам приехал бульдозер, ломать забор. Хорошо, что накануне дед его снял сам. В тот же день по участку гулялись соседские куры. Куры выклевали все, что мы посадили. У соседей был хороший день. В наше время сотки и связанная с ними субкультура превратились в анахронизм. Правда, электрички до сих пор полны пожилых людей с рюкзаками и горшочками с рассадой. Но это уже последние. Их дети уже не ловят этот фан. Они суют отцам под нос калькулятор с расчетом себестоимости желтого дачного огурца и не могут взять в толк, почему отцы продолжают оттвердить свое. Огурчик экологический на своем дерьмице. Возможно, когда-нибудь понятие дачи изменится. Скажем, вернуться усадьбы, куда приезжают, чтобы отужинать на веранде и уединиться в темной аллее. Или наоборот, возникнет какая-то новая версия сельского дома с цветником в палисаднике и спутниковой тарелкой на крыше. Или пусть даже восторжествует отвратный новорусский вариант забор до небес, трехэтажный ужас-ужас внутри, подземный гараж и кашляющая выхлопом газонокосилка. Но шесть соток лучше забыть. Совсем. У нас еще есть дела. Редактор субтитров А.Семкин